Мы проводили конкурс. На конкурс вышла одна из очень неплохих компаний. Мы заключили контракт и уже сразу, уже после заключения работы, приступили к строительству. Подрядная организация оценивает и состояние здания как хорошее, и перспективы сдачи до конца года тоже. Поэтому они и участвовали в конкурсе, и заключили контракт, и так далее. Сейчас будут организованы, уже организованы работы. Мы сегодня обсудили, какие работы на ближайшую перспективу будут. И мы рассчитываем, что до конца года мы основные все равно работы как бы завершим, и уже будем готовить детский сад к приему детей. Сейчас важно, мы сосредоточимся на этом направлении, и, конечно, регулярно будем информировать наших горожан о том, как проводятся работы, в том числе и на этом объекте. Это, наверное, из тех крупных объектов, которые мы ведем в лице, и мы с вами сдали. В октябре у нас мост, в декабре детский сад. Это вот крупные стройки, которые тяжело у нас шли сначала, но мы сейчас уже все равно выходим на какую-то финишную прямую и уверены в том, что все, что мы планировали, у нас состоится. Александр Владимирович, какие средства направлены? Это средства городские или областные? Хотелось бы в этой связи сказать особые слова благодарности главе региона Воскресецкого Станислава Сергеевича, потому что он, когда был здесь и знакомился с территорией, он сразу пообещал и поставил нам задачу, чтобы в этом году мы детский сад ввели, выделил средства, необходимые по смете в полном объеме, и наша сейчас задача не подвести главу региона, не подвести горожан, сдать этот объект и снять определенную напряженность по детским местам, по дошкольным учреждениям. Значит, ну, работы мы начали сейчас по возведению перегородок, к сожалению, работаем только всего лишь неделю, но уже результат мы видели, первый этаж практически весь перегородка стоит в Пазогребне, и планируется, что до конца следующей недели перегородки будут выделены и со второго этажа в Пазогребне, и приступаем к перегородкам с гипсокартоном. Значит, также с понедельника мы приступаем к фасадным работам, пока стоит погода, нужно успеть нам этот объем вырвать. Я считаю, что в течение полтора-полутора месяца мы должны с фасадом справиться. Соответственно, параллельно будут эти работы по штукатуре, и по этому устройству стяжек. Планируем, что все-таки в декабре месяц это реальная дата, которую мы должны успеть все вырвать. Я бы сказал, что объект сохранился в очень хорошем состоянии. Дело в том, что кровля была сделана, контур был застеклен, и, скажем так, осадков видимых нет, которые протекали бы кровлей, что-то, или окна, такого нет. Нет нигде ни грибка, никаких загрязнений. Поэтому объект в нормальном состоянии, в рабочем, поэтому будем стараться. Во-первых, меня что порадует, это сохранность непосредственно всех помещений сооружений, потолочных перекрытий, сохранность окон, которые были вставлены. И, безусловно, есть очень хорошая надежда на то, что срок сдачи и заявленный подрядчиком будет в декабре месяц. Хорошая видимость подрядчика тех работ, которые будут проведены, порядок проведения, соответственно, в ближайшее время будет получено утопление, которое позволит проводить внутренние работы по отделке, по всем данным видам работы, в любую погоду. Это очень хорошо, и порадовало еще то, что все те, скажем, материалы, все те, которые были внутри помещения, они сохранены в замечательном виде, что позволит подрядчику выполнить все-таки работы срок, установленные нам и губернатором, и... Павел Павел, продолжишься ли там интенсивную работу по контролю за строительство детского сада, который существовали депутаты? Я думаю, на сегодняшний день контроль необходимо было нам устанавливать ежемесячные, а может быть, если позволят, скажем, чаще. Поэтому контроль обязательно будет сохранен, и то, скажем, те наказы избирателей, которые видят в этом объекте проблему номер один, на самом деле, во встречах, во многих кадрах наблюдалось это, оно доказывает то, что я буду за этим объектом наблюдать очень пристанно.